В стране опасно выходить на улицу без 15,8, в среднем в крупных городах опасно выходить без 28 без оружия, а в мелких и в деревнях лучше с оружием, но сидеть дома. Преступность сейчас удалось стабилизировать, даже когда перевели время на час и думали, что будет опасно выходить без 15,9, грабить продолжают без 15,8, это хорошо. Заметно удалось сбить рост старческой преступности, особенно по статьям «Изнасилование в изощренной форме» и «Изнасилование в форме, принятой повсеместно». Особое дело – детская беспризорная преступность и организованная преступность в высших эшелонах власти. У нас это идет по одной графе, потому что ни те, ни другие за себя не отвечают. Бывают ли нераскрываемые преступления? Честно скажу, бывают. Вот случай. Один высокопоставленный чиновник теряет большую сумму казенных денег, недалеко, кстати, от нашего министерства. Что сразу смутило? Деньги он теряет в Москве, а нашли их в Цюрихе. Потерял он на улице, нашли в банке. Уцепиться не за что. Работаем в тяжелейших условиях. Был случай, в упор среди бела дня застрелили одного банкира. Киллера схватили на месте. Он говорит, это заказное убийство. Конечно, его отпустили, все равно они все нераскрываемые. Нет доказательств. То есть знаем, кто, когда, где, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, свидетелей, доказать ничего не можем. Знаем, куда ведут нити. Наверх. Знаем, кому. По именам. Вы их тоже все хорошо знаете. Ельцин Борис Николаевич сказал, давайте доказательства. Доказательств нету. Короче, одним нам в борьбе с преступностью не справиться. Нужна помощь населения. Несколько примеров. Зубов Алексей Васильевич, царствие ему небесное. Минуту постояла у стенда, их разыскивает милиция. Поворачиваются они все здесь. С ним плохо разрыв сердца. Кускова Тамара Михайловна, царствие ей небесное, увидела, как ночью две тени кавказской национальности лезут в магазин. Позвонила нам. Через три секунды они там даже тронуть ничего не успели, потому что мы как снег на голову. Взять никого не взяли. Они ушли подземным ходом. Он там должен быть, пока обнаружить его не удалось. Сергеев Сергей Сергеевич, царствие ему небесное, проявил гражданское мужество. Сразу позвонил в милицию, как только узнал, что у него угнали машины. Посмертно награжден именными часами. Коллективный подвиг совершили Егорушкин Тимофей Абрамович, царствие небесное. Абрамушкин Егор Тимофеевич, царствие небесное. Тимофеюшкин Тимофей Егор, царствие небесное. Всего 20 человек. Пытались на рынке вернуть продавцам гнилой товар. Без населения мы как без рук. Мы просим всех, земля вам всем пухом, помогите. И еще обращаемся к спонсорам. Без спонсоров мы как без головы. Ради телефона нужны автомобили, оружие. Мы без них как без ног. А без головы, без рук, без ног, чем остается работать? А больше нечем. Отсюда и одноименные результаты.